Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Пляжи Судьбы, глава 10. Едва оправившись от пережитого потрясения, герои понимают, что их приключения больше не игра. Их преследует настоящая опасность, а их дружбе грозит... любовь? Господи, во что мы ввязались? Мигель, надеюсь ты объяснишь мне, что только что произошло? Я... Он запнулся, переведя беспомощный взгляд на меня. Мне стоит объясниться. У нас с сеньором Кастильо возникло небольшое недопонимание. Такое, небольшое совсем... Небольшое? Ах, Деос Мил, по вашему угрозы с оружием это небольшое недопонимание? Мы с Мигелем обменялись растерянными взглядами. Нет, нужно звонить в полицию, немедленно. Сеньора Рамирес, в этом нет нужды. А Фредерик? Неужели он на такое способен? В его-то положении, ох. Она схватилась за сердце и согнулась. Мигель тут же подскочил и взял женщину под руку. Я вызову скорую. Нет, нет, все хорошо. Всего-то нужно минутку посидеть. Бережно придерживая, Мигель увел Рамирес за дверь служебного помещения. Не могу отделаться от мысли, что все могло закончиться еще хуже. От преизбытка эмоций кружилась голова, и я решила выйти на свежий воздух. Я не сразу обратила внимание на Джессику. Она тоже вышла и теперь виновато разглядывала пол под ногами. Если бы не ее предательство, ничего бы вообще не случилось. Держать чувства в себе было невыносимо. Зачем ты позвонила Кастилью, Джесс? Чего хотела добиться? Джессика стушевалась, словно провинившийся ребенок. Это было так на нее не похоже, что я растерялась. Я пыталась помочь, Лили. Ты так увлеклась сокровищами и стала словно одержимой. Да еще и авария. Этот Карлос... Карлос был за рулем. С ним небезопасно. Я хотела оградить тебя. Если бы только знала, что ты тоже работаешь на Кастилью. Это все равно очень тупой поступок. При том, что она прекрасно знала, что Кастилью мафиози. Она запнулась и шмыгнула носом. Я ведь хотела как лучше. Ее слова звучали искренне. Но почему нельзя было обсудить все со мной? Ой... Я не знаю, что выбрать. Я и злюсь на нее. Но не злюсь вот прям на сто процентов. Тут как бы хорошо, что все хорошо, как говорится, да? Ну, потому что я взяла выбор за 150 рубинов. А если бы не взяла, я бы не смогла ее простить. Вот что делать? Думать о том, что могло бы быть? Или думать о том, что все, в принципе, более-менее закончилось? Ну, давайте попытаемся понять. Вот интересно, какие мысли посетят Лили. Мой папа всегда говорил, что сделано уже не исправить. Ладно, Джесс, ты не могла знать, что я работаю на Фредерика. Мне очень жаль, Лили. Ты... Ты меня простишь? Ее голос дрожал. Следующий выбор может существенно повлиять на... Наверное, дружба или отношения с Джессикой? Да, так быстро второй сложный выбор. На тебе, получите, распишитесь. Но я, наверное, ее прощу только потому, что Лиле нужны друзья. У нее их всего там парочка. И зная Новелс, как они умеют закрутить, если ты с ним не дружишь, то он там окажется вообще плохим антагонистом. Лучше пусть ее окружают друзья. Простите ее. Джессика, хотя я все еще злюсь на тебя. Да, прощу. Мне больно, но я понимаю, что ты хотела как лучше. Тем более, кстати, да, если вспомнить о том, что Джессика теперь знает, кто является убийцей ее отца, она сто процентов себя ненавидит за то, что хотела ему еще помогать. Джесс не смело улыбнулась. Честно, простишь? Вместо ответа я приблизилась и обняла ее. Обещай, что больше никогда не сделаешь ничего подобного за моей спиной. Джесс всхлипнула и закивала. Обещаю. Спустя несколько минут из музея вышел Мигель. Все хорошо? Поговорил сеньора Рамирос? Да, чудом убедил ее не звонить в полицию. Как она себя чувствует? Что-то с сердцем. На всякий случай вызвал скорую. Мы замолчали, погрузившись в невеселые мысли. Карлос так и не позвонил и не прислал водителя. Вдруг Фредерик все-таки до него добрался. Я попыталась набрать Навару, но абонент был недоступен. Очень странно. От Карлоса нет вестей. Джессика фыркнула, но промолчала. Я даже рад. В общем, все против Карлоса, да? Сговорились, ребята. Мигель! Извини. Не могу отделаться от мысли, что это он втянул тебя в погоню за кладом. Дело не в Карлосе. Что, если эти сны будут продолжаться, пока я не найду сокровища? Что, если Клементина и Уильям не могут уйти, а я единственная, кто способен помочь им? Мигель и Джессика обменялись красноречивыми взглядами, но спорить со мной не стали. Правильно, я сейчас не в том настроении, чтобы спорить со мной. Переубедить тебя невозможно, поэтому просто будь осторожна, ладно? Не хочу, чтобы с тобой случилось то же, что и с... Она запнулась на полусловие. Глазам девушки снова поступили слезы. Поверить не могу, что он сделал это с моим отцом. Джессика, мне очень жаль. Она качнула головой. Все, не будем об этом. Мы с Мигелем, понимающим, кивнули. Спустя пару минут на пустой дороге замигали огни скорой помощи. Я поеду с сеньора Рамирес в больницу и прослежу, чтобы все было хорошо. Хочешь, я с тобой? Лучше езжай в отель и отдохни. Встретимся утром. Он привлек меня к себе и мягко обнял. Я с грустной улыбкой подалась навстречу. Ну хорошо. Мы с Джессикой попрощались с Мигелем и вызвали себе такси. В машине тревога накрылась новой силой. Я не переставала прокручивать в голове разговор с Фредериком. Ну еще бы. Наварро. Если он решил опередить меня в поисках сокровищ, я хочу знать, где он и что собирается делать. Джессика ведь рассказала. Не хватало еще, чтобы из-за нее... Я качнула головой, отгоняя страшные мысли. В руках я нервно вращала телефон. Может отправить сообщение? Написать Карлосу? Карлос, ты в порядке? Прошла минута, две. Я прожигала взглядом экран смартфона. В голове крутились ужасные догадки. Но вдруг гаджет завибрировал. Это был входящий звонок. Ура. Живой! Извини, прогулку на яхте придется отложить. Что-то случилось? Небольшие изменения в графике. Расскажу позже. Фредерик приезжал в музей Карлос. Он угрожал нам. Что? Где ты? Уже еду в отель. Ты цела? Я цела, но... Он спрашивал о тебе, искал тебя. Прошу, будь осторожен. Вместо ответа в трубке послушался громкий скрежет. Лили, мне нужно бежать. Что? Карлос? Завтра я напишу место. Мы встретимся, расскажешь все лично. Но... На том конце раздались короткие гудки. Что у него происходит? Набрала еще раз, но теперь Карлос не отвечал. Тяжело вздохнув, убрала смартфон. Хоть бы все было в порядке. Я вернулась в отель, и остаток ночи беспокойно ворочалась в постели. Стоило хоть немного задремать, как перед глазами появлялись наемник Фредерико с пистолетом, Клементина и Кит. Когда стало светать, я поняла, что уже не засну. Сделала кофе и несколько часов просидела над книгой. В реальность вернула громкое жужжание телефона. Ждем. Улица Рафаэля Августа Санчеса, пять. Встретимся там, через час. Мигель, в чем дело? Хочу тебя увидеть. Приедешь? Это странно, но вдруг что-то важное. Следующий выбор, может, на ваши отношения с Мигелем? Сегодня какая-то глава сложных выборов. Такой какой-то переломный момент. Что хочу сказать, друзья. Принять приглашение целых 25 рубинов, это, скорее всего, будет какое-то улучшение отношений. В общем, я, конечно же, очень долго думала, если кто смотрел мои видео с первой серии прохождения пляжей судьбы, вы помните, что я больше отдавала предпочтение Мигелю. Но как-то так в процессе все поменялось точностью, да, наоборот. Мигеля как-то было очень мало, он был буквально в первых двух сериях. А потом они поменялись с Карлосом местами. Мигель на фоне Карлоса стал выглядеть более таким, каким-то спокойным, скучноватым даже местами. Его не раскрыли для меня. Я не прониклась глубже к нему, к сожалению. А Карлос показал свой характер, заинтересовал меня намного больше. Я, конечно, хочу видеть рядом с собой более живого человека, более эмоционального, чем Мигель. Но вот такие дела. Поэтому я, наверное, лучше откажусь. Не хочу никаких таких сложных разговоров и не хочу делать больно Мигелю. Пусть лучше оно как-то... Сама игра разрулит все это. Отказаться. Может, встретимся позже? Хочу поработать над книгой. Ответ пришел минут через пять. Ого, пять минут? Жаль. Тогда до вечера. До вечера. Ну и да. Тем не менее, я все равно всегда сомневаюсь в своем выборе. Всегда боюсь ошибиться в человеке. Ну, так же, как и в жизни. Но уже выбор сделала. Все. Надеюсь на Карлоса. Карлос так и не позвонил. Впрочем, еще рано. Я отогнала тревогу, сходила в душ и заглянула в шкаф. О! Прям Лили такая модница стала. Теперь переодевается каждый раз. Нет, ну в таком виде мы точно не пойдем. Песчаная змейка. Что еще? Еще цветочный бриз. Но платье... Очень похоже на то, что у нас есть сейчас. Давайте на это посмотрим. Я посмотрела на себя в зеркало. Смешная. А что? Мне нравится. Теперь чувствую себя чуть лучше. Надо было, наверное, все-таки платье взять. Я провела за работой еще несколько часов, стараясь ни на что не отвлекаться. Днем телефон вновь зажужжал. На пляже Плая Лос Арадос есть пирс. Буду ждать тебя там, через час. Нужно поговорить. У меня есть план. Я вздохнула. Как всегда многословен, но хотя бы жив. Что он придумал на этот раз? Хорошо, я буду. Я быстро собралась и вызвала такси. Свежий бриз казался спасением от сухой городской жары. Я остановилась перед пляжем и несколько мгновений просто наслаждалась легким ветерком с солоноватым запахом. Приехать в Доминикану и почти не видеть моря. Несправедливо. Вот, кстати, она не спала, она бы лучше на пляж пошла. Там бы книжечки почитала какие-то, а не сидела в номере. Сама виновата, Лили. Большой пирс обнаружился неподалеку. Я двинулась к нему, оглядываясь в поисках Карлоса. Но навара нигде не было. Терпение иссякло, и я потянулась за телефоном. Я на месте, не вижу тебя. Спускайся под пирс. Это и есть его мера безопасности? Ух ты, как тут прям опасненько. Вау. Красиво. Аккуратно минуя отдыхающих, я по лестнице спустилась вниз и оказалась в полумраке под бетонным пирсом. На мокрый песок то и дело набегала вода. Увязая в нем, я медленно двигалась вперед, пока не увидела знакомую фигуру. И море прям так покачивается. Буэнос Диас. Он выглядел так, будто не спал несколько ночей. Несмотря на это, держался ровно, словно усталость и рана не причиняли никаких неудобств. А вы с ним такая парочка вообще замечательная. Никто из вас не спит с утками. Выглядишь паршиво. Карлос вскинул брови. Выглядел бы лучше, если бы Фредерик не знал, где меня искать. С этими словами Навара приблизился и навис надо мной. Откуда он узнал? Это Джессика. Долгая история. Ты так беспокоишься за своих друзей, и они предают тебя. Уверена, что они того стоят. Все совершают ошибки. Мужчина покачал головой. Почему вчера ты не прислал машину, не отвечал? И за Костелью? Он молча кивнул. Я буквально чувствовала исходящее от мужчины напряжение. Ты написал, что у тебя есть план. Что на этот раз? Фредерико надо убрать. Теперь я в этом уверен. Я шумно вздохнула и прикрыла лицо ладонями. Следовало догадаться. Это единственный способ продолжить поиски сокровищ. Я выяснил, что люди Костелью контролируют все побережье. Мы не сможем выйти в море незамеченными. Пытаешься сделать меня соучастницей убийства? Я сделала шаг назад. Нога увязла в мокром песке, будто в трясине. Я не хотел втягивать тебя в свои проблемы. Но если Фредерик останется у дел, вряд ли ты сможешь уехать из Доминиканы. Думаешь, он тебя отпустит? Даже если найдешь ему клад. Да уже нет. Вечная должница, да, всплывает сразу в голове. Я застыла, по позвоночнику пробежала дрожь. Не отпустит. Внезапно я ощутила себя совершенно беспомощной. Я смогу занять его место, Лили. Я позабочусь о тебе. Он подошел ближе и положил руку мне на плечо. Готова меня выслушать? Да. Хорошо. Бороться с ним в открытую бессмысленно. Нужна хитрость. Нужно сделать то, чего Кастиль и ожидают меньше всего. Так. Я приду к нему с покаянием. Признаю ошибки и попрошу вернуть мне место верного помощника. И почему он не должен убить тебя в ту же секунду? Карлос принялся расхаживать туда-сюда, задумчивым видом. Сегодня у него банкет. Будут важные партнеры по бизнесу. Думаешь, испугается свидетелей? Нет. Захочет продемонстрировать им великодушие. Он любит такие спектакли. Не зря стал меценатом. Карлос странно улыбнулся. От этого оскала я поежилась. Ну зачем тебе я? Пока я буду клясться верности, ты украдешь карту. Ну офигеть вообще. Что? Все люди Фредерико будут внизу, на вечере. Поэтому все, что тебе нужно сделать, попасть в кабинет Кастильо на втором этаже. Всего-то? Я нервно усмехнулась. Я историк, а не какой-то домушник. Лили, без тебя я не справлюсь. А когда ты собираешься убрать Фредерико? Не сегодня. Но к тому моменту, как мы отправимся на остров, нам больше не придется о нем вспоминать. Боже. Повисла пауза. Карлос ожидал моего ответа. А есть ли выбор? Фредерик вряд ли оставит в живых ту, что знает о его методах работы и незаконно присвоенном кладе. Если не получится, я потеряю все. И тебя тоже, Лили. Карлос. Навара шагнул ко мне. Мы оказались так близко, что пришлось поднять голову, чтобы смотреть ему в глаза. С тобой всегда будет так опасно. Он тоскливо улыбнулся. Да. Но если останешься, приложу все усилия, чтобы защитить тебя. Он вдруг посмотрел с какой-то болезненной нежностью и, едва касаясь, провел ладонью по моей щеке. Лили, скажи, что будешь со мной. Не только сейчас. Так сложно сопротивляться. Да и хочу ли. Карлос, я... С тобой. Я буду с тобой. Темный, изучающий взгляд Навара опустился с моих глаз на губы, и я непроизвольно потянулась вперед. Его ладонь мягкая, но настойчиво легла мне на затылок, а губы захватили мои. Пришлось вытянуться на носки, чтобы обнять Карлоса за шею. Почва под ногами поплыла, и на несколько мгновений я забыла обо всем. Только не грохнитесь там. Прибой усиливался. Прохладные брызги набегавших волн то и дело окатывали нас, но огонь, горящий в теле, гасил любой холод. Я смогла отстраниться только когда голова начала кружиться от избытка эмоций. Карлос вновь потянулся к моим губам, но остановился в паре дюймов. Горячее дыхание на щеке, последний поцелуй, и он выпустил меня из объятий. Ты не пожалеешь о своем выборе. Держу тебя на слове. Карлос, ты обещал. Я знаю. Теперь вы с Карлосом. Ух ты. Несмотря на предстоящее приключение, на душе стало спокойно. Давай выиграем эту войну. Навара пристально посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Никогда в тебе не сомневался. О, как страшно-то. К вечеру похолодало, и мелкий дождь принялся барабанить по крышам домов. Я сидела в такси и нервно отбивала пальцами по сиденью. Пришлось написать Мигелю и Джессике, что после вчерашнего я почувствовала себя плохо и хочу выспаться. Я не имею права опять их втягивать. За окном виднелся особняк Кастилью, ведь второй этаж был погружен во тьму. Как Карлос и говорил. По аккуратной дорожке одна за другой проезжали машины. Механические ворота открывались. Охранник склонялся над водительской дверцей, чтобы проверить приглашение. Иногда из дома доносился чей-то смех и веселые разговоры. Я следила за всем этим уже 20 минут. Водитель поставил поездку на счетчик и сейчас мирно дремал в кресле. А если я сейчас выйду и убегу? Ровно в 10 к воротам подъедет моя машина. Пока буду общаться с охраной, сможешь проскользнуть на задний двор. Я подговорил человека из персонала, поэтому калитка будет не заперта. Я разблокировала телефон, чтобы снова проверить время. Без одной минуты. И тут у входа в особняк появился знакомый автомобиль. Карлос. Я сунула водителю наличные и, избегая освещенных участков, ринулась на другую сторону дороги. Обогнула обвитый плющом забор и добралась до задней калитки. Дзинь. В чем дело? Дверца не подалась. В растерянности я замерла. Сзади вдруг послышались чьи-то голоса. Вот черт. Олез через забор. Здесь невысоко. Схватившись за решетку и с трудом подтянувшись, вмиг оказалась на вершине ограды. А затем спрыгнула вниз на вымощенную дорожку. Какая-то женщина. Это она мне интересна. Передо мной возникла миловидная девушка в вечернем платье. От страха я застыла. Карлос ведь говорил, что гости будут в зале. Сделала шаг к незнакомке. Та моментально отпрянула и перешла на крик. Стойте, нет! На миг воцарилась тишина. А затем послышался тяжелый топот. Это просто капец! Не успела я опомниться, как меня окружили двое охранников. Попыталась проскользнуть мимо, но один крепко схватил меня за край одежды и дернул обратно. Пустите! Я попыталась брыкаться, но безуспешно. Через несколько минут возни меня выволокли в освещенный двор, и я увидела человека, встретить которого хотела меньше всего. Синьорита Кэмпбелл. Это конец. Обычно гости входят через парадную дверь. На его губах застыла ухмылка. Стоявшие неподалеку бизнесмены моментально повернулись к нам, и я заметила среди них Карлоса. Он смотрел на меня и... Невозмутимо улыбался. Чего? Она с тобой? Да, со мной. Кастелью махнул рукой, и гостей как ветром сдуло. Кажется, вы двое плохо усваиваете уроки. Я не понимаю, что происходит. Он бросил на меня короткий взгляд, от которого внутри все заледенело. Нет, Фредерик, ты не понял. Синьорита Кэмпбелл, мой тебе подарок. Ну, он же сейчас врет, я так думаю. Я ведь должен был подкрепить свою верность делом. Что? Я выяснил, что Лили потомок у Вилли Макидо, и обладает некой телепатической связью с ним. Поначалу я и сам не поверил, но вчера ей удалось выяснить местоположение острова, на котором зарыт клад. Неужели? Она не собиралась тебе сообщать, а сегодня пришла сюда, чтобы выкрасть последний фрагмент карты. Синьорита Кэмпбелл, просветите меня, это правда? Можно я сейчас провалюсь сквозь землю? Лили, держись. Я, эм... От страха я промычала что-то невразумительное. Что ж, в таком случае нам предстоит серьезный разговор. Карлос, амиго мио, я рад, что ты сделал правильный выбор. Какого черта происходит? Обалдеть. И конец? Ну вы серьезно? По сравнению с прошлой главой, это, наверное, раза в два было короче, какая коротенькая глава. Обалдеть. А что происходит? Я не понимаю. Написано, у вас отношение с Карлосом, это у него такой ход. Было что-то похожее в фильмах, я встречала, что это как пожертвовать конем или что-то такое. Он пожертвовал, ну, Лили, чтобы это выглядело правдоподобно. Возможно, он хочет именно на острове. Конечно, Фредерик захочет поехать с ними на этот остров. И, может, Карлос думает его там замочить втихую. Типа, ой, утонул случайно. Я отказываюсь верить, что Карлос предал. Ну, что-то тут не то. Честно, у меня никогда не было настолько противоречивой ветки. Я вроде бы как доверяю Карлосу и не доверяю одновременно. А вот эта ситуация мне прям вообще выбила из колеи. Я в шоке. Друзья, что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, очень интересно ваше мнение. Не забывайте, что плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.